Всем привет и здравствуйте! Здесь со мной карты Киппер и карты Таро. Я хочу посмотреть такую тему. Состояние вашей энергии на сегодняшний день. Что мешает вашему успеху? Может быть, есть кто-то или что-то, что вытягивает вашу энергию, то есть не даёт вам возможности улучшить своё положение, прорваться, выйти из кризиса. Это может быть кризис личностного плана или же профессиональный кризис. Если посмотрим такую тему, я надеюсь, вам будет интересно, и вы получите пользу от такого расклада. Во время моего расклада можно поговорить со своим подсознанием, с пользой провести досуг, планировать своё будущее. Когда будете пересматривать расклад, всё время что-то новое будете слышать. В этом и существует волшебство. Итак, конечно, можно на выбор. У меня всегда выбор есть, потому что я верю в то, что человек должен иметь выбор. Поэтому у нас будут карты и Старо, и Скипер. Меня иногда спрашивают, почему ты делаешь так, что у тебя ты и ту, и другую колоду сразу рассматриваешь. Но, во-первых, так больше информации, так глубже. А, во-вторых, вам не нужно искать место, где начинается второй расклад. И тоже в этом есть смысл, потому что вдруг вы там определились с одной колодой, нашли место, где начинается второй расклад. А вообще все подсказки для вас были в первом раскладе. Вы всё пропустили. Поэтому давайте так. Кто или что мешает вашему успеху. Может быть, даже, и можно спросить у себя. Может быть, кто-то посылает негатив, магичит. То есть делает какие-то грязные ритуалы. Здесь будет Таро говорить, а здесь будет говорить Кипер. Передавайте, пожалуйста, моё видео вашим друзьям. Это обязательно нужно сделать для того, чтобы расхват сработал и помог вам. Ведь я же консультирую вас абсолютно безоплатно. С вашей стороны не стоит это ни одной копейки денег, но благородно. Если смотрите из РФ, смотрите, пожалуйста, через VPN. Это для вашей безопасности, потому что я из Канады, а также для меня это тоже важно. Спасибо. Итак, начинаем. Кто вы по мнению высших сил? Как вас видят высшие силы? Ваши кураторы, ангелы видят вас как мага. О, три пентакли и пять жезлов. Великолепно. Высшие силы видят, что вы можете абсолютно всё. Если вы не уверены в себе и думаете, что вы не можете там чего-то, да, то высшая сила, говорят, вы можете абсолютно всё. Никаких нет сомнений вообще ни в чём. Тройной доход может быть в три раза больше, чем сейчас у вас. Вы можете очень хорошо зарабатывать. И у вас энергии может быть больше от движения. Видите, здесь такой спор. Спор как, ну, в споре рождается истина. Это не негатив. Это карта жезлов. Это карта истины. И вам нужно, может быть, больше двигаться, больше искать выход, быть более изобретательным человеком и не сдаваться таким более, знаете, последовательным. То есть решили, сделали. Ну и, конечно, маг – это, конечно, у нас благословение. Маг – это полная карта старшего аркана. Старшие арканы – это большие очень помощники. И маг говорит, что вы можете абсолютно всё. Нет никаких сомнений в том, что вот это, что вы задумали сейчас, вы это сможете сделать. Кстати, маг тоже защищает от негатива, потому что это маг, который светлый маг, светлая магия, которая защищает от негатива. По этой причине карта мага, она очень мощная. Она показывает, что вы можете многое-многое больше, чем вы рассчитываете. У вас инструмент для этого есть. Смотрите, может быть, пятёрка жезлов сказать, что вы себя накручиваете сами, потому что на вопрос, кто вам мешает, если на вас негатив. Пятёрка жезлов говорит, если и есть негатив, то это вот такое, который… Ну вот вы что-то позитивное, что может вас толкать вперёд, возвели в ранг негатива из-за того, что накрутили себя, испугались этих всех никчемных вредителей, да, которые вам мешают жить. Давайте у Киппер спросим. Кто вы, по мнению высших сил, тот же вопрос и тоже три карты. Ну, умный человек, умеющий аргументировать. Здесь адвокат изображён, то есть образованный человек, способный решить что-то для себя, способный изучить обстановку, обстоятельства. Это хорошая очень карта, кто вы, по мнению высших сил, образованный человек. Ну, или у вас есть потенциал ещё высшее образование получить. Взрослый. Это карта Мэйчэмэн. Взрослый человек, который зрелый, да, зрелые в своих суждениях, зрелые в своём выборе. И ещё в этой колоде очень интересно. Там есть две карты вопрошающих, первая и вторая. Есть по парам там идёт. И есть карты взрослых людей, то есть самостоятельные, люди взрослые, ответственные. И как раз вот эта пара и вышла здесь. Это взрослая женщина и взрослый мужчина. Это и не я, может быть, у вас. Но высшие силы видят вас как человека самостоятельного, который может принимать грамотные решения. Больше, наверное, не будет стоять карт. Ну, я не знаю, я попробую. Надо было поставку взять мощнее. Как есть, так есть. Вот. Это вы, по мнению высших сил. Если касаться кипер, то здесь карта адвоката, она говорит, что может вас кто-то осуждает. Кто-то шепчет за вашей спиной что-то. Осуждает вас. Ну, если вас люди осуждают это, то 100% завидуют вам. Они ничего о вас не знают, никакой правды. Они домыслили, они дали вам какие-то характеристики, которые к вам никакого отношения не имеют. И осуждают вас, потому что они не умеют по-другому жить. Люди нехорошие в основном так себя ведут. Так что, видите, по двум раскладам. Если есть негатив, так он вот такой, который есть вообще в мире у всех. Потому что, ну, не бывает там отшельник, он где-то в пещере, и то он может подхватить негатив. Но вообще без негатива не бывает, поскольку, к сожалению, такая у нас земля, что на ней правит нечистый дух на самом деле, да, на земле. Сами знаете, одно животное с другим гонится, хочет его съесть. Деревья тоже, они специально изменяют состав почвы, чтобы другие деревья, которые мне нравятся, там не жили. Да, там всё так, манипуляция хитро идёт на всех уровнях природы. Поэтому негатив, он везде. Я поэтому ощущаю от негатива, у меня специально для этого канал. Но не в этом суть. Суть в том, что нам нужно знать, что мы не можем от мира отгородиться. Нам нужно в любом случае с миром взаимодействовать и просто быть всегда под защитой. Так что здесь я не вижу такого какого-то очень опасного негатива, особенно справа. Слева, может быть, и то же самое. Какие-то идут разговоры за вашей спиной или какое-то обсуждение, обсуждение среди пяти людей, пять людей, которые от одного до пяти. Два, три, четыре или пять человека в вашей жизни есть, которые вас за что-то осуждают, вами недовольны. Но вы не родились до того, чтобы другие были вами довольны. Вам нужно свою жизнь жить. Так что не обращайте на них внимания. Итак, давайте дальше будем рассматривать. Вот карты перед вами, вы все понимаете. Итак, что еще скажут карты, какую подсказку дадут относительно вашей энергии, относительно вашего будущего, в чем вам повезет. Мы уже увидели, что негатива особенного нет, поэтому повезти вам должно обязательно. Тройка чаш и умеренность шикарно. Шикарные карты. Итак, тройка чаш говорит о том, что может у вас день рождения или какой-то праздник скоро, я вас поздравляю в душе. Это карта праздника успеха. Вас ожидает успех. Это может быть встреча с друзьями, с родными. Какой-то визит куда-то вы поедете или к вам приедут. Это веселая, радостная, легкая дорожка на легке, где будет приятная встреча, приятные разговоры, будут приятные события жизненные. Будет повод праздновать и радоваться. Высшая сила дает вам совет просто расслабиться и получить удовольствие от жизни. Потому что мы human being. Это, извините, по-английски, по-русски как-то нет такого выражения. Это мы, ну, человеческие существа, можно сказать, да, human being. Человеческие существа, а не человеческие деятели. Мы же не говорим, что мы human doing. Мы говорим human being, то есть человеческие существа. А мы забываем чисто об этом. Ну, поскольку, конечно, в мире правят деньги, и деньги всеми руководят, и денег на всех не хватает, деньги тяжело заработать, без денег жить невозможно. Поэтому мы так постепенно нас в тиски и загоняет вот это вот, к сожалению, то, что мы должны зарабатывать, что мы должны устраивать свою жизнь, судьбу. И не забываем, что деньги – это просто расписка. Это расписка того места, того общества, той государственности, где вы есть. Расписка, что вот за это можно что-то купить. И если государство правовое, то вы доверяете этой расписке. Если не правовое, то завтра может эта расписка быть ничего не означать, или вас могут забрать. Поэтому, ну вот по этой карте вы будете жить вместе, где вот деньги, как расписка, просто банкноты – это расписка. Теперь это золото уже не прикреплено. Но виртуальные деньги – это расписка там, в этом, в облаке, да, и всё. Вы будете жить вместе, где вот эти деньги будут чего-то значат, что у вас будет возможность ещё и быть, а не только делать что-то, чтобы заработать. Потому что это карта праздника жизни, когда на всё хватает. И как раз об этом была вот эта карта. Она уже со мной разговаривала, потому что это карта умеренной старшей ракан. Это именно выстраивать нужные приоритеты, особенно финансовые приоритеты или же в отношениях. Приоритеты, с кем общаться, с кем, может быть, и не нужно. Ну, конечно, не нужно конфликтовать, но вы никому не должны общаться с человеком, с которым вас тяжело, напрягает или малообщего. Не стоит. Не обижайте себя тем, что вы себя подозреваете в том, что ну как-то неудобно, да. Делайте так, как вам удобно, и вы никому ничего не должны. Главное, не обижать никого. И по этой карте умеренности держите своё внимание на том, что для вас главное. Опять это старший аркан. Старший аркан меняет жизнь, говорят правду, открывают глаза. У вас откроются глаза на приоритеты. А когда у нас открыты глаза на приоритеты, у нас вроде бы и вначале тяжело, конечно, тяжело приоритеты выставлять, потому что есть такие люди, которые хотят вот сказать, тебе это нужно, завтра заканчивается распродажа. И полетели в тартарары ваши приоритеты, да. Потому что вы уже вот думаете, ну да, ну вот такая хорошая цена и куплю. А потом где-то в шкаф или же на кухне где-то, пока оно не пропадёт и выбросите в любом случае, да. Так что здесь вас не собьёшь с пантелыку. Когда у нас когда-то говорили такое выражение «собьёшь с пантелыку», вас не обманешь. Зачем? И карта умеренность – это тогда, когда никакой продавец, никакой другой, который хочет украсть вашу энергию, вас не обманет. Например, подруга звонит, и два часа вот этого разговора ни о чём по телефону. Он утомляет, и она вас обманула, потому что пока она рассказывала вам о своих проблемах так долго, и она же не решает их, и вы ей не можете помочь решить их в данный момент. Она из вас вот сосёт, такой шланг такой провела, и сосёт у вас энергию, потому что она вам рассказывает о каких-то своих проблемах, вас это не касается, да. Вот, ну конечно, можно послушать, если близкая подруга, но не два же часа, нужно же и совесть иметь, да. Ну или там разные такие обстоятельства бывают, когда у нас неправильные приоритеты, и тогда мы теряем энергию. По этим двум картам вы энергию восстановите. Вы будете знать, окей, сегодня нужно делать план, чтобы были правильные приоритеты, каждый раз вечера вообще хорошо вести записи, да. Написать себе, окей, завтра я делаю это, 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 это. Потом день начинается, и кто-то вас тянет в одну и другую сторону, говорит, ты этот мне должен делать это, ты, оп, стоп. У меня записано, нет. Тогда вы берёте себе книжечку и пишите, так, завтра я тому человеку могу помочь. Он говорит, да нет, мне сейчас нужно. Ну, у вас же были другие планы, что же вас так легко со своей дороги сбить, да. У нет таких планов ни у кого, которые вы полностью перечеркнули ваши. Ну, конечно, у каждого свой план, и нужно помогать людям. Ну, я, ну, не цепляйтесь к словам, вы понимаете, о чём я. Вот здесь у вас свой путь, и вот об этом карта умеренности. Давайте посмотрим по кипер. Какие советы до вселенной ваши ангелы, ангелы-хранители. Вот как раз об этом шла речь. Как карты, вот, магия такая, да, здесь и все сценарии жизни, сценарии ответов на ваши вопросы. И вот вам, пожалуйста, то же самое, что я только что говорила. Это карта труда, toil and labor. Тойл, это такое старинное слово поэтичное. Кстати, я здесь никого не учила английскому языку. Просто, когда ты называешь, как на карте написано, она лучше, конечно, разговаривает с тобой. И я хочу объяснить, что toil and labor. Labor — это труд, да. Как, например, Labor Day, день труда. У нас в Канаде есть день труда. Это первый понедельник в сентябре, день труда. У вас есть только в той стране, в которой вы живёте, день труда? Напишите в комментариях, что мне очень интересно. Мы обучаемся же с вами, да, друг у друга. Вот, а toil — это когда вы производите какое-то, знаете, toil. Это такое поэтичное слово в Библии очень многое употребляется. Когда вы что-то вот, крафт, что-то производите, как произведение искусства. То есть вот труд от labor — это просто труд, который вам платят, да. Это не обязательно творческий труд, который вам нравится. Вы можете работать, как, например, Франц Хавка. Он работал вообще где-то, ну, бюрократом сидел где-то в какой-то конторе. А какой гениальный писатель был, да. Ну, ему нужно было где-то работать, ведь книги его не продавались. Но это только пример, мои дорогие. Таких примеров миллионы. Или, например, Антон Чехов то же самое. Да, он писал для журналов такую средней-средней руки литературу, потому что его читатель не был готов к более глубокому. И для будущих поколений что-то более гениальное. К чему я говорю? Чтобы объяснить, что эта карта означает. Вот здесь поехал Чиро Маркетти, вот этот автор. Он поехал в Великобританию, чтобы создать эту немецкую колоду. Но он хотел викторианскую колоду создать. Пошел в музей, посмотрел там все. Как было в начале 20 века. И на фабриках очень использовали человеческий труд. Да, очень людей, ну, издевались над ним. Тяжелый очень труд был. И мало платили. И был труд очень вредный, потому что производство было токсичное. Токсичное. Здесь вы видите, девушка, она стоит у какого-то станка ткацкого или еще какого-то. Тяжелая работа. Это лейбор работа. А то, что у нее в голове рождается какой-то план, как вот из этой ткани, которую она делает, пошить какое-то изумительное платье. Но она не может его пошить, когда ей это делать. Ей нужно на хлеб насущный зарабатывать. Можно себе представить у нее дома. Дети там, муж и так далее. Но это я говорю для примера, чтобы вы поняли, о чем предупреждает вас Вселенная. Конечно, в наше время же немножко не так. Есть социальная поддержка. В каждой стране человек не должен себя истязать трудом, если у него на это нет сил, например, да, если кто-то и не может. То есть, ну, человек с голоду не умрет, если у него нет такой работы, где нужно на хлеб зарабатывать. Но, тем не менее, здесь намек для нас от Вселенной. Вселенная говорит, что это, знаете, вот такой marriage, такой из двух половинок состоит наша работа. Потому что говорят labor of love. Есть просто labor, как работа. А есть такое выражение на английском labor of love. Опять же, я никого не учу английского языка. Это такой у меня стиль работы. Так что там точно будут мне писать на меня гадости. Точно, я уверена в этом. Но я говорю важные вещи, на мой взгляд. Если на ваш взгляд важные вещи, ставьте пальчик вниз. А если в глупости, говорю, ставьте пальчик наоборот. Если глупости, говорю, ставьте пальчик вниз. Но вниз поставьте два раза. На том же, как кому захочется. Так вот, labor of love – это когда человек трудится, но с любовью. Обычно мы делаем это на кухне, девочки, для нашей семьи. Вот не хочется готовить этот ужин. Вы пришли, вы устали. Но это labor of love. Потому что с любовью вы готовите этот ужин. Хоть вам и очень тяжело. У вас ноги болят, руки и так далее. Но это только пример такой. То есть на этой карте написано toil and labor. Другими словами, работа или работа с любовью. То и другое присутствует. Но переключиться от работы к работе с любовью может каждый. Вот такая вещь. Такое послание от ангелов для вас. Message of concern. Это грустная какая-то мысль. Message – это, конечно, послание. И вселенная говорит, что часто ангелы, когда за вами следят, они замечают, что вы грустите. И часто ангелы говорят, что грусть, ваша грусть, это не всегда то, что происходит здесь и сейчас. Иногда ангелы замечают, что в вашей жизни, в принципе, нечего грустить. Всё как-то будет хорошо. Нужно только делать. Но вот блок есть. Человек грустит, когда он думает о прошлом или о будущем. В настоящем, в принципе, грусти нет. В настоящем есть какое-то дело, которое нужно делать. И ангелы через этот расклад хотят вам сказать, что вернитесь здесь и сейчас. И не грустите. Потому что печаль приумножает печаль, а дорогу оселит идущие. Ой, хорошие расклады, на мой взгляд. И как на ваш взгляд, я не знаю. Это если вы напишите в комментариях. Ещё совет. Какая хорошая карта. Называется Pathway. Pathway — это дорога. Ну вот сказала, и так и есть, мои дорогие. Дорогу оселит идущие. Я же только что-то сказала, правда? Ну и вот, пожалуйста, дорогу оселит идущие. Какая красота, красивая карта. Вначале, кажется, чёмный лес — это наше подсознание. Там где-то всякие страшилки. Кажется, не сможешь, не получится. А впереди, вот, начинаешь идти, и, знаете, дыхание восстанавливается. Когда идёшь, смотришь, там уже и вот есть какой-то выход, да. Я вообще мальфарка. Я живу на опушке леса. Я делаю расклады именно лесные, то есть общаюсь с силами природы. И это очень классно, что расклады именно показывают очень часто. И если вы заметили, в комьюнити я всегда какие-то делаю фотографии там, где будет лес, лечение природой. В общем, они не хотят стоять, так что я ставить не буду. Я хочу взять ещё одну карту. О, на дне колоды у нас красота. Какая карта фамилии, карта семейного уюта и домашнего очага. Вот этот пасовый, и вы придёте к тому, что у вас будет очень уютная жизнь, на всё будет хватать денег. Ну, что-то Ройче может что-то скажет. Может, Ройче даст какое-то послание вам на пассажут, да. Шут. Действительно, на пассажок вот дорогу осилит идущий. Вот расклад просто, знаете, потрясающий. И не важно, сколько карт. На самом деле, каждый старший аркан – это же целая энциклопедия. Ой, такой же точно. Я смотрю фон, всё зелёное у меня здесь. Хорошо. Как вы видите, это карта Шут, но он идёт по дороге. И на этих картах Шут идёт в правильном направлении по гороскопу. То есть слева-направо. Бывают колоды там, где не эзотерик делал, и люди не знают, что это очень важно, куда идёт Шут. Потому что он в начале жизни, в начале пути или в начале цикла жизни, когда он идёт слева-направо, он начинает свой гороскоп реализовать. Реализовать. Только таким образом по астрологии реализуется жизнь. Потому что если идёт наоборот, да, слева-направо, если идёт наоборот в другую сторону, туда, да, в другую сторону, не в эту, в другую, тогда у нас получается это время от зачатия до рождения. Но это уже астрологические заморочки. Я в других видео... Кстати, у меня есть видео, где я бесплатно целый час рассказываю про тонкости и волшебство астрологии. Никто их не смотрит, люди не хотят. Ну, в общем, такое дело. Так что можно купить у меня курс. У меня есть курс по астрологии. Ну вот, вы идёте по дороге. У вас полностью в голове нет preconceived idea, нет идеи, что и как. У вас в голове, ну, как можно сказать, пусто, да? С одной стороны, кажется, нам говорили, там, у тебя пустая голова, знаете, вот какие-то эти буллинги, это ужасное выражение. На самом деле пустая голова на прогулке важна. Очень важно, потому что только тогда, когда человек полностью, ну, пробует найти место, такое space между мыслями, иногда хотя бы иметь новое мышление, увидеть всё как первый раз, только тогда придёт решение. А по этой карте есть такое понятие, что идёт шут по новой дороге. Вы пойдёте по новой дорожке вашей жизни. И необходимо помнить, что, чтобы систему понять, любую систему, например, сценарий вашей жизни, да, судьбу или другого человека, или отношения с другим человеком, чтобы это понять, нужно выйти из системы. Так говорят иногда, что нужно там супругам отдохнуть от друг друга или же от работы отдохнуть, для этого выходные дни есть. Что нужно выйти из системы, тогда будет всё понятно, да? Система станет понятной. Я помню, это очень чётко, вот, лично обоим молодости. Молодые в Советском Союзе я систему не понимала. Когда я вышла из системы, я вышла из этой системы рано, я ещё была очень молодая, я давно уже уехала, я систему поняла. Это чудо. У вас в жизни может очень часто такое бывает, да? Вот поехали куда-то, на Кубу, для отдыха, погуляли под океаном где-то, недалеко. И вы поняли систему, систему вашей жизни, что там сработает, что там в личной жизни, потому что вы из системы вышли, даже на короткое время. Поэтому шут — это ноль. Обнулился человек, он полностью вышел из этой системы, своей зацикленности, и он её понял. Но ещё и другой пунктик, да, и продолжение есть. Да, систему можно понять только тогда, когда вы из неё выйдете, любую. Но исправить систему можно только изнутри. Вот такой парадокс, да? Поэтому в эту систему можно вернуться после вашего отпуска на Кубе или ещё где-то. Можно в эту систему назад вернуться и её исправить, потому что вы уже принимаете решение. Это важно. Каждый день нужно хотя бы, ну, полчаса, вот, когда выйти из системы. Идёте на прогулку, не берите телефон. Я с собой телефон не беру, когда я на прогулку. Потому что буду заглядывать, если возьму, да? Буду заглядывать, что мне там мои любимые подписчики пишут. Чтобы выйти из системы, даже на короткое время, каждый день. И тогда придёт решение, решение по вашему вопросу. Ну, это карта шут, её можно целый день читать. Ну, вообще-то, карта свободы. Освобождение от каких-то шаблонов, от каких-то ненужных вам установок. Освобождение от ненужных, может быть, связей и так далее. И поиск нового пути. Это очень-очень шикарно. Всё здорово. Вообще шикарный расклад. Мои расклады все помогают. Мои расклады все хорошие. И теперешние, и которые будут, и которые были очень-очень давно. Это, как, знаете, не бывает икона старая, да? Не бывает там... Карты как пророки. Это не я пророк, я простой человек. А карты — это 36 пророков. Не бывает старых пророков, да? Так что всегда получите для себя пользу. И с пользой, огромной пользой проведёте время на моих раскладах. Я вас очень люблю, обожаю. С вами дружу. Вы для меня огромная, любимая, космическая моя семья. И в моём обществе всегда интересно. Потому что я работаю для вас. И вас очень заинтересована. Я заинтересована, чтобы вы мне были все очень счастливы, да? Для этого я и стараюсь. Поэтому приходите. Я всегда вам помогу. Каждое моё слово поможет вам обязательно. Ну, а также я преподаю Юлия Норман. У меня масса уроков. Огромное количество. Можно купить отдельные курсы. Можно купить все курсы сразу. Переход на мой сайт есть о канале. Если вы зайдёте на канал или в описании видео. И потом уроки нужно покупать только у автора, которому вы доверяете. Это кармически очень важно. Кому нужны уроки для своего блаженства. В основном у меня все так покупают. Или же для деятельности. То есть, чтобы консультировать людей. Всех вас обожаю. Люблю. Медвежьи обнимашки. Всем, всем, друзьям моим. Виртуальные поцелуи. Девочки, родные и мальчики. Подписывайтесь на канал. Потому что, когда вы подписаны, вы принадлежите к этому клубу замечательному. Это первое. Ничего совершенно не стоит подписка. Второе. Подписчики. Для вас я делаю, конечно, прогнозы. Понимаете? Потому что вы подписываетесь не на меня, не на моё имя, не на мой канал. А вы подписываетесь на мои видео, которые вам помогают. Поэтому не медлите. Подписывайтесь. Дальше. Не жадничайте на лайки. Ну, это так, я сказала, не жадничайте. Ну, на самом деле, это же ничего не стоит. То есть, если вам видео понравилось, и вы поставили лайк, оно ещё поможет другим людям. И когда оно ещё поможет другим людям, это видео ещё сильнее станет, и вам поможет троекратно. Если вам видео не понравилось, ставьте, пожалуйста, дизлайк. Потому что это тоже будет индикатор, что я что-то сделала не так, и я задумаюсь об этом. Всех вас люблю, обожаю. Ещё раз повторяюсь, и будем видеться тогда, когда вам этого захочется, когда вам понадобится помощь, или же когда вы захотите побеседовать с верным, преданным вам другом в моём лице. Я знаю, что мы ещё увидимся. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok